...положительный имидж во всём мире крымских татар. Но, смотря на сегодняшний день на крымских татар, я поражаюсь просто тем, что крымские татары сами себе делают негативный имидж. То, что делают крымские татары, это очень плохо, то есть это оценка самих крымских татар. К примеру, Крымский инженерно-кадемический университет. Послушайте, какие отзывы об этом университете среди крымских татар. Послушайте, что говорят о радио Мейдан-Атеэре. Вообще, то, что делают сами крымские татары, критикой обсыпается самими же крымскими татарами. Вот когда мы то, что мы делаем сами, будем возвышать, будем делать так, чтобы наши университеты целились во всём мире, это имидж, правильно? Это имидж крымского татарского народа. Вот тогда мы сможем, то есть этот имидж нужно подбирать самим, а не говорить, что это плохо, это называть какими-то фразами то, что мы сами делаем. Вот это вот негатив. Мы формируем негатив. И сегодня с таким негативом выходить на мир и говорить, что у нас есть хороший положительный имидж, мы, я думаю, что это некорректно самим же в стиле. Алия Патуманова. Сейчас я бы очень много раз позвучала, которые хотела бы прокомментировать. Я просто хотела бы, когда я понесла, сказала фразу, у меня возник задний вопрос. Нет крымскими татарских философов, нет крымскими татарских новых имён, какими этих поэтов и писателей. Они есть, но очень мало. Да, 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 я снялась. Просто я в целом знаю, что... Я просто на практике ставлю вас такую вещь, что многие ребята, они начинают писать, но им как бы, говоря о том, что как ты можешь писать, если ты там, после Гаспинского, после других там известных писателей и мыслителей, как ты можешь писать такие вещи. И ребята, молодые, они как бы... Они были представители нового направления. Это что-то такое, арт-хаус, что-то такое непонятное, новое, интересное. И вот возьмем такой вопрос. А можно ли же с крымскими татарами таким, не таким, как, в принципе, скажем, закостенелым, повлечет это как какой-то вред, возможно, культуре или поменять это как-то имидж? Вот, вопрос. Маме я там спрошала. Там можно, там, заходу Мейдан, там, помену. Кстати, мы можно, как бы, начну с вопроса Алиэ. А кто сказал, что нельзя? Вы понимаете, опять-таки, работая на радио Мейдан, я часто сталкиваюсь с тем, что, опять-таки, дальше вот внутри своего коллектива. А разве нам это можно делать? Ведь мы же такие. Ребята, кто вам сказал, что вы такие? Зачем вы сами себя затолкали в какую-то скоруюку и смотрите, заградили себя, знаете, такими шлезобетонными полками, и смотрите на мир через какие-то там дырочки и говорите, вот, мы такие. Разбегайте, ломайте эти границы, да. Выходите к нерусловыми идеями, поверьте, что мир, он отыгрится на вашей день. А что касается того по поводу качества? Совершенно правильно, как бы, отметила Айдер, что у нас, к сожалению, даже анекдоты есть на эту тему, да? Клинские татары друг друга там в некий условный там хазан, хазан, которые... Да, на татарах. За ноги тяны. То есть у нас этот момент тоже есть. Разве мы не сталкивались с тем, что это сделали же Клинские, это же татары сделали, значит, это плохо. А вот когда у нас будут это сделали татары, значит, это качественно и хорошо. А как это сделать? А это сделать, понимаете, давайте начнем вот с того круга, который собрался здесь. Если мы покажем, что мы модные, успешные, мы все равно очень качественно, на высоком уровне, и к нам приходят другие люди, поверьте, что сторонников вот этого будет больше. Конечно, это тяжело, это, наверное, вопрос ни одного дня. Мы сейчас не скажем, что вот мы будем за дверью Мараканда, да, и ситуация изменится. Но вы есть, вы общаетесь с какими-то людьми. То есть, как бы, знаете, вот это как бы по геометрической прогрессии это все может увеличиваться. Анна? Я так ощущаю, что у меня тоже был из-за татарской крови, потому что говорить, я прям за имиджком с татарой болею прям. Я вот для меня всякая дилемма, вот это где вот грань между не потерять самоидентичность, да, что вот вы там, как-нибудь вы татаре, и где грань между тем, чтобы не закрыться в себе, не быть какой-то такой плюс-катарской кусок. Потому что я вот очень рада, что я сюда попала. Я сюда попала от того, потому что у меня здесь куча друзей, вот, поэтому мне было бесстрашно прийти. Я по-честному с вами говорю, да? То есть, опять же, это не то, что какой-то стереотип, но опять же, когда идет какая-то как-нибудь красная кусок, я, наверное, здесь единственный какой-то татаре, да? А есть еще? Еще есть, ну, слава богу, что еще. Для чего это говорю? Для меня сейчас как раз формируется имиджком что-то тайна, и вот пока я сижу здесь, я вижу и смотрю, у меня таких шансов очень мало, да? То есть, у меня не каждый день я могу прийти и вот увидеть, кто такие русские татары на самом деле. И на самом деле это большая проблема, и, конечно, глобально, чтобы о вас узнали это все клево, замечательно, но я бы больше тоже сила была на то, чтобы узнали о вас не про какие-то татары, которые живут в Кунду, потому что, в принципе, мы о вас начнем знать. И это действительно строит очень большие барьеры, очень строит большое недоверие, непонимание. Я знаю, что с той и с той стороны есть куча боли, да? Но то, что мы не открываемся друг к другу, то, что мы не поддерживаем друг друга, это тоже очень большое такое минус, я считаю. И как вы хотите формировать этот имидж глобальный, если вы не можете его сформировать здесь, в Крыму, да? Для меня всегда крымские татары это были люди, которые жили, не смогли сохранить мир, пока они сильно жили со всеми другими нациями. Я знаю, что в конфликт, в принципе, там может быть один какой-то был, сколько язв. Хотя это сильно в этой истории. Но для меня это большой пример того, что крымские татары могут держать мир, что они очень, как раз, у кого-то, дисциплины и так далее, толерантны. Сейчас я этого не вижу. Я не вижу того, что я могу вот прям выстучаться до людей и сказать, что вот я хочу прийти. И меня еще не только в Крыму с Татарем не привезут в гости на чай. Я очень хочу. Я сейчас начинаю пригласить к себе, но кому-нибудь Смотрите, сегодня очень быстро. Я живу в Аграрбах. Знаете, у нас там есть поселение крымских татар и есть поселение некрымских татар. Так вот, на территории крымских татар нищего из нас никогда не было. И я не знаю, почему я так плакаю, но туда не приглашаю. В то же время, когда крымские татарки дети ходят в нашу территорию в детский садик, я безумно этому радую. И мой ребенок пойдет тоже в школу, где будет хотя бы половина крымских татар, потому что я знаю, что мы должны жить вместе. И я хочу, чтобы у него хотя бы сравнировалось мнение, кто такие крымские татары, как они живут, и что их нечего бояться, и не нужно там зацикливаться на каких-то вещах. Вот. Но в то же время мне безумно жалко, что я не могу сравнировать образ крымского татарина, иди туда, к ним, в поезде, приобретись, как раз, и даже в магазин не могу пойти, потому что я не чувствую, что мне скажут «О, привет! Мы рады тебе видеть!» В общем, вообще не говорю, я очень безумно рада, что я здесь, и что меня не выгнали, и что дали мне даже сказать слово. И если бы побольше было бы таких диалогов, да, то есть вы сейчас сидите на статарской тусовке и делаете какой-то имидж крымсто-татарский, а для кого вы его делаете? То есть вы и так прекрасно знаете, кто вы такие. Было бы здесь побольше негромских татар, вот, наверное, тогда бы было что-то более существенное, и они бы могли сказать «Как мы были вести, да, и что мы». И таких по-честному, не просто так, что мы вас любили. Я, я извиняюсь за мной,